Добрый день! Здравствуйте, Владимир Тихонович! А где вы живете? В Кисловодск. 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 Мы там были. Были, да? А я как раз хотел узнать у вас. Есть у вас, да? Там в библиотеке все мои книги. 38. Есть, да? Вот как раз это меня тоже интересовало. Так, я сразу скажу. У нас все записывается, выставляется в интернете. Вы не против? Нет, не против. Все слушаю. Говорите. Да, если честно, по описанию особо я не подготовился. У меня такие пока. Я о вас недолго думаю. Займу житейский вопрос. Вы по описанию можете. Он собрался, я как бы, жениться, девушка разведенная. Муж у нее верит и с ребенка. Венчина не была у нас мужа. Вот как на это вы смотрите? Я знаю, вы там говорили, но все-таки от вас лично ходил. А если слышать? Ну, то в первую очередь я бы спросил, а что? Вам, ваш возраст какой? Тридцать шесть. Тридцать шесть. Вы просто заранее уже будете подвержены каким-то нападкам. Да, я понимаю. Ну, просто надо помолиться об этом деле-то. Если вы считаете, ваша жизнь была чистая, ну и найти такую... Нет, не чистая, как раз таки огрешная. Такое, что... У меня, если честно, у самого трое детей от разных. Ну, вот так блудил я прям после института поужасно. А вы в Грузии-то жили? В Грузии не жил. У меня там родственников много. Хотел вам сказать, у меня двоюродный брат про Таиреи. Там у него приход свой. И сейчас еще, это с отцовской, с матери на линии еще один. Вот закончил семинарию, академию. Он сам с Нальчика. Ну, сейчас там тоже рука положить должен, его вроде бы. Вот на вас наслушался, хочу. Сейчас, может, летом по улице поеду, буду их учить, чтобы вас слушали. Вы, видите, разведенный, да? Я так понимаю. Нет, я ни разу не был женат. Вы не были женаты, просто у вас дети так на стороне были нажиты. Ну, да, можно так сказать. Ну, какой дать совет-то, видите? Если говорить по строгим правилам, это один ответ. А говорить по церковным, как есть, то вы не церковный человек. Вы когда крещение-то принимали? Я вот такой же в детстве, видно, как вы говорите, облитый или обмытый, там, обрызганный, скорее всего. Ну, лет, не знаю, наверное, 9-10 было маленький, еще у нас здесь в Кисловодске там. Вот после обращения к Богу, вот этот вопрос семейный самый запутанный. Ну, я понял. Вот если для души вы желаете как, я бы просто открыл вам и сказал, вот первое послание к Коринфянам, 5-7 глава, написано, «Остался без жены, не ищи жены». Вот, счет, это пройдет, все ты уже узнал, ничего там нету, никакой тайны нету. И ты думаешь, вот она, это, она будет там, но она-то уже развелась, кого ты берешь-то? Значит, еще думаешь, лучше его. Есть такой рассказик маленький, один проходит по кладбищу, ну, и рассматривает как, а потом видит один мужчина перед могильным там памятником, стоит и плачет. Он подошел рядом, а мужчина этот просто рыдает и говорит, нет, ты не должен был умирать, ты должен был жить. Он подошел так, дождался, когда он успокоился, говорит, что, наверное, брат родной, да нет, говорит, это первый муж моей жены. То есть, если бы он не умер, она бы ему не досталась, и он бы не страдал и не рыдал. Вот какое дело-то. Надо хорошо подумать, значит. Очень хорошо. И результат даже один должен быть. Отойди. Это пройдет. Еще немного, и ты даже будешь думать, ну, неужели не было ни одного человека на земле, который удержал бы, чтобы я в эту яму-то не впал? Потому что апостол Павел говорит, не запрещено, если по закону все, но вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Это тоже я показал, седьмая глава. А мне вас жаль. Павел жалеет нас. Ты сейчас один, допустим, где-то, у тебя дети есть, ты вырасти их тех, помогай. Работай на двух работах. Мальчику, мальчику фамилию дал, помогай. Ну, понятно, это ваши. Как бы они ни были нажиты, они ваши. От вашей плоти. И вы должны кормить, поить. А теперь еще новая обуза будет, а она будет не такая, как вы думаете. Это вы со стороны смотрите. Ну, вы мужчина взрослый, вы понимаете, что женщина самая коварная, самая хитрая, самая ненадежная звено в жизни человека. Это я уже проверил. Это проверили. В Библии написано так. И через нее все мы умираем. Через нее. Она источник смерти. Не так. Ой, это прекрасный пол, смертный пол. Это смерть. Это говорит нам Святая Библия об этом. А почему так? Да потому что Ева вкусила. И через нее она быстро мужа потянула за собой, Адама. А от нее все мы умираем. И почему он говорит? Ева. Злая женщина горьше смерти. Это даже вообразить нельзя. Смерть это последнее. Уже не за что зацепляться. А женщина еще горьше смерти. Серахов говорит. Ну, он, наверное, понимал. Или возьмите, что пишет Соломон. Ну, если у него было 300 жен и 700 на ложь, то, наверное, он уже в женском поле разбирался. И какие слова он говорит? Соглашусь, слушай, на кровлю. Ну, кровля-то у них была плоская. Со злой медведицей, лишенной детей быть, чем со злой женой в пространном доме. Понимаете? На углу прижаться и дальше уже некуда. Она его атакует. Но это лучше, чем в пространном доме. С той, которая худрень распустит. У тебя никакой уверенности не будет, что она будет тебе верной. Уехал ты в командировку где-то. И ты все время трепетать будешь. Вот у меня близкий человек. Я просто опыт скажу. Ну, он в Новосибирске. Долгов Андрей Федотович. Я работал на авиазаводе. И вот один подходит и говорит. Андрей, сейчас пришли, сказали. Моя Лариса опять, говорит, на танцплощадке. Рядом воинская часть. Опять с солдатами. Я сегодня пойду, убью ее. Говорит, ты подожди. Ты где ее нашел? Ну, как где? Она там в площадке. Ну, там ищи. А ты, говорит, мою Аню знаешь? Ну, да. Вот я пришел с армии. Пришел в храм. А она пела на клиросе. И я ее заметил. Узнал, какая. Кто родители. Какая она глубоко верующая. Какая она молитвенница. Как она любит святую Библию, Слово Божие. Я посватался. Так вот сейчас я ее искать не буду. Я пойду сегодня у нас как раз покров. И я, говорит, если уйду с завода, я найду ее в храме. Я ее там нашел, там и ищу. Вот и все. Где ты ее нашел? Почему она тебе понравилась? А вот есть один. Ну, вам, может быть, не доступ будет. Но я бы посоветовал прочитать. Как назвать? Это роман или рассказ. Называется «Крейсерова соната» Льва Толстого. Где-то запишите. Лев Николаевич Толстой. Крейсерова соната? Кроме того, можете зарядить в Ютубе и фильм посмотреть. Но фильм это не хороший. Там Янковский играет, Олег. Тоже так называется. Но в фильме все не покажешь. Посчитайте. По этому вопросу я знаю мировую литературу. Не просто так. И скажу, что лучшего нет. И вот как именно попадает человек на удочку. Потом как непорядок. У него столько было подозрений. Он убил ее. Убил. Зарезанную. Ну, в этом подозрении, конечно. В этом я уверен. На 100% нельзя быть. Но женщины такие, что... Я сидел в тюрьме. И в камере посадили меня, чтобы мне полегче было. В камеру, где милиция сидит. Там все-таки такие люди-то где-то. Я, говорит, узнал, что она блудит от меня. Ну, я, говорит, встал. Она пошла. Я в дверь, в косяк так, уперся рукой. А она все равно под руку подошла. Я взял нож, как дал, говорит, сразу завалил ей все на этом. Милиционер. Я не знаю, капитан или майор, говорит. Это женщина. Зачем это? Один ты проживи. Да сейчас не один. Ты иди на благовестие. Это я просто как совет вам даю. Совет, потому что я это очень хорошо знаю. А я уже... Я вас уже месяца 4 слушаю уже. Как будто вы мой, не знаю, дедушка. Знаете, мне Бог наградил жену. Маленько голову поднимите повыше. А то у вас уплыл экран. И вот так. Во, во. Я нахожусь в лагере. В тюрьме. Моя жена везде пробивается. У нее такие связи. Она летит в Москву, там ходатайся. Куда дать документы? Везде. А она все буквально устанавливает связи. Тайно что-то мне передают. Я в ней уверен не на процент, а на 100%. Однажды она приходит, а я сижу в Жанатасе, Казахской ССР, Жамбульской области. Ну, мы там шьем. Заключенные. И в это время казахи приходят и показывают. Они не знают, как креститься. Там женщина тебя. Она пошла с обратной стороны от лагеря. И там автокран большой. И она договорилась с ними. Легла на стрелу. И они ее подняли на лагерь. Вот вообще вообразить нельзя. Ну, а там автоматчики прибежали. И пока я вышел, ее уже там не было. Но само по себе это говорит. Среди тросов там подняться. Вот. Это женщины, которые шли с декабристами в ссылку везде. Ну, это помощницы. Помощницы. Ну, а это еще только ради удовлетворения похоти, плоти. И ты будешь страдать. Мущатся дети. Будут говорить, что ты не любишь их. Будет на разрыв идти. Свои дети там не обихожены. Зачем? Вопрос, зачем? Ничего. Ничего в этом нет. У тебя не 18 лет, дорогой мой. Вас правильно как звать? Леря? Вообще по-грузински Леря. Ну, по-русски Валерий меня можете назвать. Я и крещен в Абилии, скорее всего. Я в Дети в Грузии. Я был в Тбилиси в прошлом году. Нынче у меня там крестник. Отец Наум. Наум. И вот я грузин знаю. Просто у меня хорошие, близкие, знакомые. Слово, когда говорят благословенный человек и благословенная страна. Слово благословенная страна у меня всегда почему-то на первом месте Грузия стоит. Она на самом деле такая там. Ну, я не знаю, почему у меня такое воображение. Я посмотрел горы, 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 а мы-то на Алтае, где живем, то у нас пространно. Я в горах заблужусь там между двумя падинами. Ну, вот такие слова. Поэтому я вам говорю как человеку, который должен спастись. Вот, если считать, что вы были крещеные там, то все это вы делали в крещении. Понимаете? А это заблуд, там, сколько лет надо отлучать от церкви. Если считать, что вы не крещеные были-то, ну, уже слышали где-то. И в таком случае, вам зачем такое ермо брать? Теперь ты просветился, тебя Господь коснулся. Даже не приближайся к той жене. По почте посылай ей там ребятишек. Понаблюдай, чтобы эти деньги никуда не пошли. Каким образом-то? Ну, бракососочетания, если не было, то, получается, она с тебя ничего требовать не может. Ну, а совесть? Совесть, да. Понятно? А если вот крести, она, видно, тоже, наверное, не крещеная такая же. Если вместе с ней, допустим, креститься, или все равно, это уже самообман. Да, все, понимаете, это все можно сделать механически. Но я говорю о большем. Ты свободен, остался без жены. Написано, не ищи жены. Не ищи. Вы имеете в виду, что лучше вообще не жениться. Я, честно, сам. Павел говорит это, потому что не женаты заботятся, как угодить Господу. А женаты, как угодить жене. И себя добавь, и никогда ей не угодишь. Это точно. Вот я вас начал слушать, а не все, и там, и родители. Ну, я... Все время слушаешь, да. Мне Бог дал этот дар. Вот, видеть это все. Я знаю, у нас в семье было 10 детей. Но это просто удивительно, что нас неграмотные родители так воспитали. Не взять, а помочь. Отец у нас инвалид войны, вот так без руки был. И мы, он все время, вот, заканчивает пастьбу и говорит, он дал обет Богу, что если без потери овечек пропасет, то одна там полбарана отрубит там беспризорной бабушки. И мы им относили. На каждый праздник мама что-то спечет пироги, и мы по деревне идем и несем. То есть они в нас это заложили. И через это меня Бог поймал от любви к бабушкам. Я рассказывал, как я увидел, когда сошел на берег, и увидел, как бабка несет там сумки, я подскочил к ней и спросил, где верующий. Она указала, а дальше я уже Библию получил. Мой совет только один. Все, понял. Пока оставим женщин в покое. Оставь в покое. Ну, в первую очередь, это дело для Господа. Если просто, ну... Я сейчас вот пост держу. Правда, вот не могу я никак курение победить. Ну, в ответе, курение это никак. Бить бросил, и наркотики раньше употреблял. Я, знаете, вот это... Я три месяца, почему вообще начал Библию, я, в принципе, так всегда, как бы, верил, так, ну, не читал. Я сам решил, надоело наркотики, вот это дело. Ну, это уже было лет, почти десять назад. У нас были здесь протестанты, такие исходы, вот, наверное, знаете, реабилитационный центр. Вот я сам туда собрал вещи и уехал. Три месяца вот побыл там. Вот у меня Библия от них. Я не знаю, она вроде синайдальная, вот, видно? По ней можно, вот, 66 вот эта книг, маленькая. Она синодального, но это не синодальная. Синодальная никогда не... Она просто 66 книг, но я поняла, она маленькая. Это протестантская. Ну, а если написано синодальная, она правильная. И православная есть у меня две большие. Она правильная тогда. Если написано на первой странице, там, синодального перевода. Посмотрите. Ну, вот, Александр II, 58-й год. Завершён по благословению Святейшего Синода. Всё, всё, всё правильно. Всё. 66 книг, это правильно. Да, я уже понял, да, что правильно. 66, меня вот эта цифра, ещё когда я там был, испугала. Сразу. У нас 77, понимаете, 77. А они, потому что сектанты, они всё как самаряне, как саддуки. Когда там, я узнал, там, и думал, уже всё у меня сразу. Ага, там 66, у нас 77. Думаю, что-то здесь не то, я уже сразу начал. Я там и крестился, а не что ты крестишься, там и крестик я не снял, у меня перевязываю. Я говорю, вам какое дело, вы своими девателями. Видите, реабилитационный центр, это хорошо, но ни один центр не поможет, пока ты сам не обратишься. Нет, а я сам. Ян Затаус говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Это да. И после этого я через полгода, год где-то опять, начал чуть-чуть тоже гулять. Сразу через Мец, я у нас открыли здесь, в Ставрополье, православных. Такой же центр наш, начали православные. Может, капучу не лучше так будет у меня, Володя? Вот так. У вас нормально. Получше? Я вас нормально вижу. Ну ладно, дело в том, что свет падает сильно и бывает, у вас тоже свет сильный падает. Да, потому что я окно уже зашторил, все равно. Все равно, и чего? Так. И в православной неделю я пропыл, и все. Вы темнее стали? Я темнее стал? Нормально. А, здесь темнее? А, он съемку ведет. Подожди-ка, сейчас я уберу, Володя. А вот я только нижнюю часть затемненную оставлю, посмотри как. Так, лучше? Нормально. Так, ну вот один вопрос. Я уже понял, что православие это все-таки истина. Это вся глубина. Это толкование, это собор. У нас история идет от первых веков. По любая секта, она начинается с 17 века. Я сразу понял. Просто уже попал. С чего ради? Спасибо им, конечно, они тоже много. Они Библию там читали, разбирали. Вот с них началось. Хотя оно должно было с православия, наоборот, начать. Так, еще маленький. Как вы с баптистов начали. Голову повыше. Вот так. Во-во. Я говорю, как вы с баптистов начали, так или с пятидесятников. Я вот так с протестантов. Потихоньку, потихоньку тоже. Вы мне скажите, теперь давайте с крещением. Вот если я поеду в Тбилиси, заставлю своего брата, двоюродного священника, зайти куда-нибудь в куру и сказать, скажу, крестить меня нормально. Допустим, в первую очередь, что вы бросьте курить. Это я понял. Я поэтому сейчас вот церковь ходила, исповедовался, как вы сказали, даже не причащался. С папиросами не надо даже думать. Иоанн Кронштадтский говорит, уста курящего демонская кадильница. Я знаю, да. Вот это зачем это? Он бросается. Если брат не согласится из-за страха, тогда найдите отца Наума. Вот я уже понял, а если что, тогда к нему... Вот он вас крестит. Он очень смелый. Я так думаю, он очень смелый. Потому что... Смелый? Потому что кто моченые, они представляют опасность для священников. Что вроде перекрещут. Никакого перекрещущего нет, он не был крещеный. Сама формулировка неправильная. Крещение означает погружение, вопрос снят из повестки. Просто без мира помазан. Без мира помазан. Он не был крещеный человек. Он был обманутый. И надо крестить. Вот даже толковать не о чем. Я такие материалы о крещении выставляю. Даже под этим роликом. Вот с вами что говорим. Он дня через два будет поставленный. И я еще раз материал о крещении дам. Я столько раз говорил. Я уже много смотрел. Да, я конечно... Хочется, хочется. У нас вот здесь вот такой, вы же видели собор наш Свято-Никольский? Такой огромный. Я не знаю, там купель есть интересная. Даже что-то не обращал внимания. У меня здесь есть иеромонах. Тоже знакомый. Я не помню уже там. Потому что мы приезжали. Для нас главный пункт была библиотека. Ваши, значит, книги есть, да, у нас тут в библиотеке? В библиотеке. В библиотеке, да. Там должны быть. В Кисловодске мы были. Мы проехали 400, примерно 50 городовых сел. До Лиссабона. Вы знаете, да. Прибалтика, Скандинавия. Начиная от Владивостока. Я смотрел. Ну, не все, конечно. В Грузии увидели. Мы это сделали для Бога. Перед Богом. Я столько сил, 50 лет потратил на что бы иметь знания. И издал книги и бесплатно раздаю вот эти для библиотек. Я у вас потом, для начала хочу, потом, вы мне, я у вас в моем мире есть в друзьях, я, вы мне дали эти карточки, да, но я у вас закажу это, ваши три книги хочу заказать. Это важно, потому что толкование православия, это высшее, что открыто, они учителя от Бога. А мы вот в протестантской это сидели, как ты что думаешь, ты что думаешь, и каждый какой хочет, чушь такую иногда неслишь. Бог открыл, во-первых, поставил, говорит, там, апостолами, пророками, учителями. Учителя это вот, от которых мы ссылаемся. Начиная с Игнатия Богоносца, Ириней Леонский, Иоанн Златоуст, и они все истолковали. А чем отличается толкование православия? Тем, что ни одно место Библии нигде не противоречит другому месту. Противоречит. А у них все одно другому противоречит, они меняют, как хотят. Но это не положено. У меня еще вопрос такой. Я все думал, думал. Вы, наверное, сразу вспомните в Писании, когда из Христа обвиняли, что как ты можешь визельвул, силой визельвула изгонять визельвул, а визельвула нельзя, да, он говорил? А вот вы говорите, и Сталин, и Гитлер были оба рогатые. А как это по Писанию объяснить? Они, если оба визельву, такие черки были, как они друг с другом поддали ваше. Очень даже просто. Сатана это и делал. Ему главная характеристика, дьявол, это Евангелие от Иоанна 8, 44. Человека-убийца и клеветник, лжец. Ему разницы нет, как поссорить. Лишь бы была ссора. Лишь бы была, вот сейчас говорят, обыкновенный фашизм, о фашизме. Сейчас фильм поставили, обыкновенный большевизм. И большевизм Сталин, Лениным сделали-то, это тысячу Гитлеров даже можно легче принять. Тот уничтожал чужих, а эти своих. Вот возьмите фильм такой, Щекист. Зарядите, посмотрите, его до конца не досмотрите. Щекист называется. Как своих брали, арестовали, пять расстрельщиков только берут, расстреляют полную машину. Щекист. Расстреливают следующих, следующих по пять человек. Машину за машиной вывозят. Ведь в общей-то сложности, даже только в России, только физически, 66 миллионов расстреляли, уничтожили. Это же не... У Гитлера вообще этого не было. Нам некоторые говорят, вот вы грузины, Сталина. У нас половина грузин, как был, да, Сталина, а другие наоборот. Он для Грузии ничего такого не сделал. У меня сколько он тоже грузинских всех князей, священников покупил там и пораздалил земли, короче. Мы должны смотреть на суде Божьем, какие будут вопросы. А вопросы эти изложены в Святом Евангелии. Накормил, напоил, а он все это отбирал, и крестьян по миру пустили, и в Нарым почти 15 миллионов загубили. Самый свет, который кормили, поили. А сегодня-то осталось так-то, порошинки какие-то. Я знаю. А мне достаточно, что он разрушал храм уже все. Да, храмы разрушал, а возьми, сколько было перед войной, 37-й год, сколько унес. Наступила война, а команды дивизиями, капитаны были, никого нету. В Эхристалл все. Заплатили за каждого немца пять с половиной русских и других. Какая же это война, какие это стратегии? Ну это между делом, мы так сказали. Ну это да. Просто я думаю, это же все равно, как бы Господь устроил все это. Да, Господь упустил, чтобы людям разумеется, искали Бога. Это правильно. Только поэтому. Это оба дьявола. Но спросили бы, а какой хуже, даже сравнивать не надо. Нельзя. Возьмите. Миллионы, миллионы, 4 миллиона пленных пошли. Там какая-то ОУН-то, каких только не было русских. У немцев-то не было здесь, чтобы они против Гитлера, немцы пленные пошли воевать-то. Они в плену продолжали его любить. Уже Берлин долбят. И они ему верят, безусловно. Они понимают, это гений. А эти-то они ничего не знают. Как он? Кто он был такой? Во время войны, я не оправдываю, чтобы поняли. Гитлер был на фронте, получил железный крест. Сталин где был? Дня не был. Не был. Он был уголовник. Он грабил людей. Сегодня фильмы стоят. Обрекнул. Да. Это же дело Ленин. Сидел в Швейцарии, а тут направлял, где ограбить? Комо. Но вот эти все... Да, были. Они все от дьявола. Но между ними тоже можно градуиться это сделать. Увидеть. Они нам нужны. Я как-то сон один видел. Огромная печь. Печь такая, как Домино. И перед печью сидят вот так вот. Руки сложили. Маленькие-маленькие. Сидит там Ленин и Гитлер одинаковые. На скамейке. Перед тем, как в печь бросать. Одинаково. Оба, наверное, в одном котле варятся. Да. Скажите мне еще, Игнатий Тихонович. Вот такой... Вот там вот я был. Игнат. План Победы они вот такие печатали. Как Библию. Повыше маленько поднимите. Каждый день с Иисусом. Так. А кто издатель? Да это вот это исход протестации. Тут как закон прочитать Библию. Нет. Да слушайте, пожалуйста. Тут просто, допустим, 1 января. Псалом 1, Матфея 1, Бытия 1, 2. И вот, чтобы на каждый день расписано на весь год Библия. Это можно? Это можно. Но надо смотреть. За глаза я не могу сказать. Вот в одном селе мы приехали, когда... Да раздаем Евангелие. А бабушки говорят, у нас тут до вас уже были и раздавали какие-то книжечки. А потом показали священнику. А они с председателем Сельсовета собрали и сожгли. А я вчера слушал этот ролик. Вы рассказывали, когда одна бабушка не отдала. У них бывает очень хорошее. Очень хорошее. Но я не вижу, до конца не считал. Я не могу... Нет, это не... Это брошюрка «План Победы» называется у них. Как за год прочитать Библию. Если она не православная, я не могу ответить ничего. Я могу сказать, она может быть хорошая. Тогда подскажите, как Библию читать. Потому что просто взять с самого начала и по-другому... Сначала считайте. Каждый день считайте Евангелие и Ветхий Завет. И толкование. Толкование тут у нас трехтомник. Вот я ваши эти книги приобрету. Ну, вы напишите. Знаете, какой порядок. Адрес. Сначала переводите. Да, вы в моем мире написали там. Да. Отправляйте деньги. Нам даете точный адрес. И мы тогда вам посылаем. Вот так. Наши книги, они просто супер книги. Я верю вам. Без всяких даже разговоров почему-то. Вот сейчас только вот мы переписывали адрес. Только-только заказали из Америки. У нас откуда только нет. Вот толкование, что полностью Новый Завет. С откровением. Впервые за 2000 лет вышло. Это мы издали. И мы сами раскрасили Гюстава Доре. Это 230 репродукции. Они все у нас в трех томах. Это надо видеть. С картинками-то всегда интереснее читать. Это не просто картинки. А с надписью, какое место Библии, откуда, что. А, даже так подписано. Да, это лучший иллюстратор Библии. Это Бог благословил. Был у меня человек один тут. Судник, а пьеромонах на Афанаил. Я думал их не так издать. Но мне Бог дал качество, как евреям, задумываться. Но он говорит, надо вот так издать. И вот таким шрифтом. Он сильно разбирался в кибернетике-то. И я его послушался. И теперь уже проходит сколько лет. И я вижу, что это был единственно правильный выход. Вот. Просто надо уметь прислушиваться. Я думал, издать это как один из томов. У меня были люди, которые... Я вел занятия в разных университетах. И они все записывали. А потом мне эти пленки подарили. И я подумал... А вам так... Как пришло вообще имена сделать вот эти тренинги? Это что я так понял, недавно их, да, сделали? Я не знаю, в каком году-то. Да недавно-то недавно, но больше десять. Нет, ну я не имею в виду там год назад. Ну в последние времена. Ну я думаю, это где-то... Вот последнее переиздание было, это лет пять назад. Переизданное. Второе издание. Первое у нас были черно-белые. Эти фотографии Гестава Даре, репродукции. Ну бог положил это на сердце. Мы видим, какой спрос. И особенно толкование. Люди не видят, не знают их. Вам видно голуби летают у меня? Видно, видно белых. У меня один раз во двор залетел тоже. У меня частный дом весь. Белый. Мне все дали хороший знак. В том зима была. Он, видно, от кого-то улетел. Вот я его прикармливал чуть, а потом, как прилетел, потом так же потеплело и исчез. Вы можете смотреть фильмы религиозные на нашем форуме. На нашем форуме бываете? Я зарегистрировал. Да, да. Нет, на форуме вы там увидите тему любую. Я Библию заряжаю. Там 1570 тем. А на сайте там 50 книг моим голосом насчитанные. Вы можете их скачать, дома заниматься и в это время слушать. А заниматься рукоделием, что умеете делать? Вы мне скажите насчет работы теперь. Я вообще сам провизор закончил фармакадемию. Ну, аптеки, знаете. Сейчас я работаю в электросети. Обзывают меня все мытые. Ну, не обзывают так, на самом деле. Я за долги ходил людям сверху. Ну, хожу на текущую. Это мыторская, считаете, да, работа? Так, и что, вопрос в чем? Ну, мыторская это работа. Это не хорошая работа. Я тогда это сам знаю. А вы что делаете? Я должников. Свет отключаю, электросеть. Вот кто-то они платят. Это смертельно опасная работа. Смертельно. Вы делаете то, что вам говорят. И в самом деле надо платить. Вы как бы преграждаете воровство. Ну, вот один пришел здесь. Ну, там, не надо снимать. Он полез на стол. Мужик вышел прямо из ружья. Он на столбе убил. Он повис, пока его сняли. Вот каждый день нас и ругают, и проклинают. Но это неправильно, что ругают, проклинают. Надо платить. Тогда тебе не с чем платить? Отключи электричество. Вы знаете, там в электрости тоже своя выгода. Иногда выключаешь тех, кого не стоит. Выключай там. Открывай дверь. Стоит женщина, как это, скажем, ну, не бомжи, но бедная. Трое детей с отливых на руках. И надо ее отключить, понимаете? И что делать? Вот разрываешься. Уйти с этой работы тогда. Уйти. Просто вы сами разрываете, сами себя. Видите? Государство должно ее обеспечить, сделать какую-то льготу. А Щубайсу накручивает. Сейчас еще дороже стало. У него уже миллиарды на миллиарды долларов. Все, хватает и хватает. Пока не подавятся. Они не подавятся никогда. Пока Господь их не угомонит. Да. Всю страну перекачали в другие страны. Ну да. Так вот, с этой работы, да, надо уходить. А лучше куда-нибудь. Ну, видите, я строитель. И мне это легко говорить. Я делаю пещу, настилаю полы, вставляю окна, двери. Ну, работал так. И поэтому это всем нужно. Это жилье. Это третье по значимости должность. Первое, это сельский труженик. Второе, текстильную одежду прикрыть тело. И третье, строительство, где укрытие. Это так уж Бог устроил. А остальное там уже дальше где-то. А в жилище электричество, ну, видите, как. Такие цены греют прям ужасно. У меня вот минимальная пенсия. Минимальнейшая. Потому, мне не давали работать нигде. Только на сторожи при милиции. Ну, а это не учитывается. Я реабилитировал, все. Но, однако, пенсия минимальная. Но я живу, у меня все есть. Так Бог сделал. Господь таких как бы не оставляет. Ну, не оставляет, я знаю. Тем более, такую поездку сделали. Представляете, что это невозможно. Я, честно, удивлен. Как еще и на газели. На своей газели, да. Да мало того, она поломалась в Швеции. Да, слышно. И Бог все равно нас вывел. И людей нашел. И заплатили за нас. И Бог видит, что я... У меня ничего нет. Удивился, что она вообще до Швеции доехала. Просто так. Мы в Лиссабоне были. У Тихого океана. Атлантического дошли. Это везде надо связи установить. В каждом месте, чтобы приняли. И подарить, получить документы мы подарили. Это подвиг, я считаю. Подвиг. Один экземпляр я дарю, это 750 евро. Да как так? Вы столько делали, я издавал. Да. Я делал для моего Господа, которого я люблю. Я хочу, чтобы народ был просвещен. А я хотел спросить. Вы зачем бороду бреете? Брею. И вот, как и все, глупо отмазка. Работа, а не работа. Нет, это не работа. Это бесстрашие перед Богом. Это оба. Это работа, я же как вас начал слушать, теперь понимаю. Потихоньку, сердце я готовлюсь, скажу скоро. Вы увидите, у вас хорошая, видно, борода. Ну, хорошая, это я... Не надо было говорить. Она такая, какая есть, такая хорошая. Это вы понимаете, вот протопопа вакуум называл блудодейной ересь. Вот бороды нету, и теперь уже куда-то тянет. А это тебе маленько, другая женщина посмотрит. Да ты дикобраз, кому ты нужен, и она тебе не будет уже так. А это везде гомосексуалисты сегодня все это, папа-мама, там перепутали. Кто? Не надо этого. Не надо. Буду попросить. Да, я... Ну, видите. Так, минуточку, еще чуть-чуть, подождите. Говори. Данечка. СМИ... Давай. Давай. Данечка. Данечка. Трудно, трудно, трудно вопросишь Потому что в прокуратуре люди уже за черствелыми сердцами Но мы помолимся Все, все понял, понял Понял Да Все Аллилуйя, сегодня ты знаешь у нас канон Андрея Критского С Богом Всегда в среду В среду Пятая неделя поста в среду Полный канон Это самое длительное и самое трудное моление Там 500 поклонов земных Нет, нет, нет Ну не можешь, это другое дело Лишь бы знали Можете дома там как помолиться Мы постараемся записать Я материал приготовил интересный Почему именно Мария Египетская молится А не Мария Магдалине Ну с Богом Мы вас всегда помним Каждый день Аллилуйя Ну вы знаете, мы вас любим Отошел Вот живут И дороги нету Машины ломаются И обращаются в прокуратуру И просят, чтобы помолиться Видите как Какие связи У меня связи никаких нет Одна связь с Богом И люди просят Как будто у меня какой-то блат Я там знаю всех Прокурору Президенту Я ничего не знаю Я просто Прошу Бога И Бог вдруг отвечает А вот по вашей молитве Понятия не имею этого даже Моя молитва Это слова Все Бог Молитва Это канал Через который Господь дал возможность Говорить ему Вот мы сейчас С вами поговорим И с Володей Сразу молиться Вы его не видели Володя, подойди сюда Видео Я вижу Володя мне очень нравится Такое Здравствуйте Вот сейчас мы только Он похож на знаете на кого Миронов Миронов Есть такой актер Видите какая у него Бородка-то Он ее не трогает Я на военном билете С бородой На военном билете В советское время Вы вообще Герой Герой не герой Просто Бога Надо любить Дай Бог Чтобы еще Лет 30 Минимум прожить Да Это Бог знает Может последний Может я как-нибудь До Парнаула Вы мне скажите Откуда вы сейчас Разговариваете Это Барнаул Это Барнаул В Потеряевке Там связь хуже Мы живем в Барнауле Но сейчас Как только начинается весна Наши едут туда Помогают А вы зимой Оттуда уезжаете Да Ну я уезжаю Иногда В другое место уезжаю Иногда просто остаюсь Но Я начальник детского лагеря Основатель лагеря Вы знаете Это не просто лагерь Он был единственный На Советский Союз Ему 42 года уже А как же вообще Вот я удивляюсь Тело время разрешали Ну а как Как не разрешали Они давили нас Мы раз 10 Меняли место только где А они ничего не могли сделать Они приезжали там С такими автобусами Посмотреть Как молимся И бог давал Такой секретарь Первый секретарь Мамонтовского района Куфаев был А потом Первый заместитель Губернатора Арталовского края Так он привозил Учителей Там Ну Сельсоветских работников Показать Что мы своими руками Все делаем Стали все Стали все втрой Как в Китае Девчата Он посмотрел Кто в глине Кто как Все веселые Смеются Рот говорит Скобкой Вот это да Нам бы таких Я говорю Так над каждой душой Какой труд Откуда пришли Вот это вот Сироты привезенные Вот это Приехали Больная Больная Там рак Признали Позвоночника Я ее на солнце Не выпускал Сколько Времени А потом Потиспенно А уехал Уже у румянест играет Там приезжают Профессора Психологии Директор Кэстонского Института С Лондона Приехала Это бог так делает Где вы учились Нигде не учился Я просто молюсь У меня нет Никакой грамоты Ничего нет Духовной Я имею ввиду Я думаю Что это и хорошо Нигде не учились Меня никто не корежил Я каждому ребенку говорю Вот это взятое Из Японии Вот это взятое Там с Малайзии Вот это вот С английских Общежитий У нас очень строгая дисциплина А я видел ролик Ролик видел Вы там Под земель Прям правда Прятались Под землей Там все такое Что? Под землей Вы прятались Детей Да, да, да Я ролик видел Это видите Это бог делает так Бог И у меня много противников Даже сегодня скрипят Патриархийная 2770 Да люди-то разные Вот вчера только пришел один Сегодня другое А сегодня вот пожалуйста Вы Я уже знаю Как назову Этот ролик Будет называться Остался без жены Не ищи жены И вы скажете Со мной Один больной Больной Лежал в больнице И там Считает Сводки последние Один мужик Там попал Под телегу И он говорит Это про меня написано Фамилии нету Это у Чехова Рассказ такой есть Я видел ролик Этот Вы С Тараси По-моему Да Да Тараси Вот когда он говорил На бороде крестик И потом нашел Когда Вот этот ролик Где Где вас Священник У грузина Нашего Который Магнитофон Вы его назвали Или как А Он не показался А почему он Об этом вопрос Боялся Ну по-другому Он не может быть Это человек Я уже знаю Человек с искореженной Совестью Он сам себя боится У него ничего нету Я бы мог зайти На его видеоканал А ничего нету Но в одном месте Он там Написал книжечку Какую-то Я прочитал и сказал А с кем он спорит Он прав Для меня нет Важности что он враг Главное истина А он прав Он Всякую там Муть на меня гнал А мне это не имеет Никакого значения Я его признал правым Когда он там С другим разговаривал Все никак Так он же враг Никогда у меня Врагов вообще нету А они враждебно Относятся Но для меня Он врагом Может тогда Когда я его занесу В список врагов И скажу Проклини его Боже А я не могу сказать Я молюсь Господи Когда будет суд Божий Не вмини ему Он не понимает Что делает Он несчастный И вот люди Я уже подумал Думал Может он правда Какого-нибудь демона Вы знаете Они же в экранах В этих Не отказываются Кто-то боится Я узнал Это еврей Еврей Когда вы его фотку На заставке показали Я еврея сразу Учисляю Хитрые люди Я думал Он пришел учить А учить У него ничего и нет Как ты можешь Меня учить Когда у тебя Ничего нет Я допустим Работаю А вот у нас Возможность На земле К примеру сказать А ты на земле Не работаешь И как ты меня Можешь учить Когда у тебя Ничего нет И они вокруг Моих роликов Крутятся Там пытаются Что-то говорить А у меня уже Новые выступают Новые А у него Не было ничего И нет ничего Вообще Нет ничего У меня люди У меня друзья По всему миру А у него нет Он мотается Везде И у него ничего нет Я узнал о нем От отца Наума Я уже понял Которые вот такие Чуть-чуть Как говорится С осознанным духом Они долго не выдерживают С вами разговор Мы открыты Мой адрес Телефон И все в интернете А тут Фамилии нет Имени нет Себя не показывают Я понимаю Это демон Это демон нападает У демона Имени нет никакого А там Осмодея Вильзиул Это все боятся Где-то А вот Когда лагерь Мы на столбах Везде Вывешаем объявления Наш телефон В центральных газетах Книги Везде мой телефон И обратный адрес Да к вам спать Не дадут звонить Будут Ни одного звонка Бог делает так Это Господь знает Что я полностью Все доверяю Ему Про демонов Еще хотел У меня случай был такой Три с половиной года назад Я сломал Вот в корсете Сейчас все видно Позвоночник Я поломал На ровном месте Дома Сейчас объясню как Три дня Ну три дня Короче Это было уже Выпило Чуть сорвался И Константин Может вы смотрели Такой фильм Голливудский Экзорцист Константин Нет не смотрел Когда у меня Про демонов изгнания Там вот Такой есть Голливудский Ну у него Я вот смотрю Мне плохо Лежу этот фильм Часов 10 Пово 11 вечера Ну там смысл Что он изгоняет Как бы Бесов Из людей Ну в принципе Посмотрите Я думаю Все время Тут вам интересно И факт в том Что я встаю У меня иконостас Вот над шкафом Там уже закончился Фильм И плохо Встаю Помолиться Ну вечером Всегда Даже если правила Не прочитаю Стараюсь Своими словами И начинаю Молиться И про себя Подумал Когда что Фильм Господь Изгонит Из меня Тоже этого Беса Пьянства Как он там Называется И все Я теряю сознание Падаю И все Просыпаюсь Уже только утром Шевелиться не могу Весь синий Плечо сломал Позвоночник Семь позвонков Сломал На ковре Дома Ни я почему Я не падал Ни откуда А звук Такой родители Говорят Был Что Как будто Дрался Кто там Наверху Я подозрю Хотя мне Это вот сколько Там со священником Говорил Такой Говорят Никому не рассказываю Чего не рассказывать Если это было Вот я не знаю То ли демон С меня вышел То ли На прощание Избили Меня утром Скоро приехало Говорит Тебя что Побили Мать Говорит Да он Говорит С дома Даже вчера Никто его Не бил Без синяка Был Только я сейчас Снялся Хожу на вытяжку Позвоночника Вот эти дела Делаю Вот такая была История Сам не пойму Что это Как это То что было Рассказываю Я могу одно сказать Так что Бог вас любит Это да Он остановил Дальнейшее Ваше движение В пропасть И вы начинали Маленько задумываться И уже не первый раз Вот И как это будет Дальше Как вы А вот может Выходил Да с чего Он ради Будет с вас Выходить Он хорошее Жилье нашел Он просто Поверг вас И все Никуда он не уйдет Потому что Или просто Избил Да Он просто Может быть Хотел Совсем вас Сделать парализованным Но Это трудно сказать Говорит А вот за это За это Нет у меня Откровения на это Я знаю только Что Бог любит Любит Того наказывает Это точно Вот Раз он вас любит Вы в это время Больны В больнице Вы уже не пили Наркотики не принимали И вы уже Маленько другое Может быть Стали Задумываются Стали Востревожит Этот вопрос Но он не выходит От этого Он выходит Тогда Когда человек Жилище свое Вот это Храм свой Отдает Христу И говорит Господи Займи меня Вселись в меня Духом Святым Живи со мною Ну и конечно Тогда ты вникаешь В заповеди У тебя Ревность по Богу А так Ничего нету Ничего А как буду Называть Вот это Возродился Заново Или как Вот за то Рождение свыше Оно продолжается Дольше Духовное Когда над вами Трудится апостол А так у вас Труда то Никакого и нету Это признание Себя грешником Ты сегодня умрешь И ты будешь в аду Все на этом И ты должен Этим проникнуться У тебя голова Не поднимется даже Смотреть А какой же нить Бо там говорить Это даже Срамно тебе покажется У тебя ад Впереди горит И когда ты До этого состояния Полного сокрушения Дойдешь Покаясь Обратишься Назад И тогда Господь Открывает двери Покаяние Полное И тогда Поверишь Что он умер За тебя Что он пролил Свою причистую кровь Что он хочет Занять свое место Принадлежащее ему Храм А сатана Он что Он квартирант Он поломал Одного Залез в другого В третьего А Господь Нас лелеет Холит Подкладывает Лучшую пищу Мы его дети У меня сколько было Я на стройке уже работал У меня три грыжи Только на позвоночнике Одну операцию Сделал У меня шесть Ну вот У меня чего только не было И я все еще Хожу Семьдесят шестой год Все таки Это не Считаю Два раза старше вас А я возраста Не чувствую совсем Потому что Бог окружил меня Детьми Сыновьями Дочерями Все делает Меня на руках несут На руках буквально После операции Мне нельзя было Ничего делать Там пять килограмм Поднять Даже вот так Трясутся надо мной Все Бог так делает Я хвалюсь Моим Господом Я принимаю это От него Это он Так делает Знаю что я Для него все И он меня Просто Бережет Тянет Скажите А как вот С гневом Я начал вообще До этого Смотрю вокруг Такое все И не могу Осмириться И даже на своих Вот родных Начинаешь кричать Ну не то что кричать Не вижу Раздражительность Очень И зато Смотришь Ну что все Не так Тоже А вы сами Себя увидите Знаете Сейчас пост И говорит Я же не судите Брата моего Господи Даруй мне Даруй мне На себя Покаяние Как дядя Закосую К чурке Топором Но не причащайся Вот я был Три дня назад Случайно Попал И как раз Причастье было Смотрю А я не читал Каноны Ну я случайно Смотрю Исповики Уже Где-то на середину Ритургии Попал И подошел Он готовился Я говорю Нет Я после того Что вас послушал Что лучше не надо Я раньше Исповедовался Тоже Причащался А потом выходил Сразу курил Сейчас уже Я боюсь этого Это безумие Да Но я не знал Этого раньше Многим Но то в попы Виноваты Многие больные Немало умирает Это они людей Такими сделали Вы Мы с вами не встречались И вы только послушали И уже начали Тормозить маленько А я все Уже боюсь Когда оглашенный Старайся выходить Раз готовишься К окрещению Расскажите это слово Оглашенный Вы все время говорите Это означает Слово голос Голос А оглашать То есть Голосом Просвещать Ваши в уши Вкладывать Священное Писание Вы можете Оглашаться Через Слово Божие Через фильм Посмотрите Я расскажу Какие фильмы Иеремия Надо посмотреть Все время Про него говорите Посмотрите Иеремия Еще Второй фильм Иисус По Евангелию От Луки Иисус А именно От Луки Что был Там другие фильмы Есть Там Евангелие От Иоанна Это не то А вот именно Иисус По Евангелию От Луки Прямо Луки В скобочках Указать И вам Ютуб Это выдаст Еще фильмы Какие есть Хорошие Иаков Авраам Я понял Иосиф Моисей Иосиф я смотрел Камагридеша Он Кловадис Называется Но Кловадис Да А вот Если уже хотите Ну просто Проникнуться Есть такой фильм Иуда Бен Гур Иуда Слышал Он 11 Оскар Взял 11 Оскар Как поставлен Фильм Это первый век Борьба Зла и добра Когда Господь Приходит Очень хороший Фильм Очень Вот Свободное Это современный Иуда Бен Гур Современный Или старый Старый А современного Нет Его никто Не дерзает Это никому Не поставить Его Его нельзя Переставить Я думаю Идиот Преступление Наказание Бесы Это могут Переставлять Войну и мир А это нет Даже кто Если будет делать Он уже Заранее Сдохнет На порог Это невозможно Вы когда Посмотрите Там только В массовых Каких съемках 150 тысяч Человек И снимают В каких местах Это иудейская Местность И кто там Есть Там в одном Месте Когда идут На квадригах На скачке На конях Это нельзя Сделать Нельзя Таких там В Голливуде Этих лошадей Табун сожгли Завистники Это надо Увидеть Просто самим Самому увидеть И сказать Посмотрю Это что-то Невероятное Невероятное Но Господь Так вот дает А скажите А как вы Что Постановка И Страдание Христа Или как Недавно Ну вот Несколько лет назад Что он ушел А Не страдание Или как он Называется Ну вот Это знамение Страдание Христа Страдание Христа Страдание Христа Да Не Я к нему Отрицательно отношусь Отрицательно Не хочу даже пояснять А то Он так Шел Там Есть вещи Подряд Не сходятся Со священным писанием А если с Библией Не сходятся Для меня он Фильм не существует Вот я Испытаю Благоговение К людям Больших знаний Которые могут помочь Но когда я знаю Что люди Надмиваются Знанием И пытаются переводить Библию заново У меня к ним Самое негативное Отношение Есть даже такие Что заново Хочет переводить Заново Так переводят Там ссылаются На Сергея Аверинцева Там такие Они не понимают За что берутся Переводили Четыре Духовные академии Русский перевод Синодальный Который у вас Один из самых Лучших Или может Самый лучший В мире перевод А почему Они хотят переводить Потому что Они не знают Наизусть ничего Им разницы никакой Нету Это не от Бога Тут переводчики Которым сегодня Вообще нет никого Равных Я беседую Разговариваем Сидим с Александром Менем Он еврей Энциклопедические знания И когда я сказал Переводил Хвольсон Давид Абрамович Вы могли бы так Он говорит Да вы что Никогда У него ума хватает Понять что Нет А сегодня Два слова знает А вот Крещение Баптизанта Это может быть И омовение Скамеек То есть он Бредит Колобродит Больной человек А папский Герасим Петрович Матфея Псалтырь перевел Он писал Учебники Для еврейских школ На еврейском языке Знания их были Такие Которых сегодня Вообще В стране нету И они этого Не понимают Даже Там Лавягин Вот Архимандрит Макари Я думаю Они не понимают Что вы последний С такими знаниями Все наши священники Что обидно Очень сильно Что они вообще Вас не понимают У меня знания мизерные Нет Но все равно Чем больше я учусь А у кого такие Как у вас Я тем больше Понимаю Что я ничто Но я доверился Моему Богу Доверился И он мне дал Веру в это Я вот в этих Узких рамках Я считаю Мне это надо Нет Для спасения Потребуется Нет Я сказал О немцове Убили его Я помолился За него Дальше Меня уже не касается А на Украине Я молюсь И где можно Я им скажу Для меня Порошенко не враг Петр Я за него молюсь Вот Янукович Бежал сюда И вот В воскресенье Позавчера Его сын утонул На Байкале Да Слышал Ему легко ли теперь Бежал далеко А почему Потому что Главная опасность Была в машине Он привязан был Разные тралии Там на разных ездил Опасных участок Почему его не оттолкнули От этого Молодой красивый человек И все Никогда Никогда Он не вернется А какие ему похороны Библия говорит Лучше быть живому псу Чем мертвому льву Он и жизни то не видал Никакой Согласен Ну а как вот считать Это за отцовские грехи Так Не знаю Это мне не должно Как я могу сказать Может быть так Никак Такую мысль Истреблять надо Ты не Бог Да Через это Господь может привлекать Чтобы Виктор Сам отец старший Покаялся Брат Александр Не знаю я Откуда знать Что вы Это не Никогда Не надо говорить Что я знаю Вот за это Совсем не за это По Евангелию как вообще По Евангелию так Вот башня Упала на людей 18 человек задавила А другие думали А вот я то не пошел В это время Я там не был А там Пилат Кровь в жертву Смешал с кровью убитых Господь говорит Если не покаетесь Так же погибнете Это для вразумления Нам Бог дал Нам Нас спрос будет больше Чем с него С погибшего Мы это услышали А мы на Байкале были Мы не утонули У меня интересно было Когда подошли К Байкалу то Ну мы же в жаркое время Были то А с нами собака Она чемпион России Ураган звать И я ей говорил Ты потерпи маленько Приедем в Байкал И я тебя искупаю там Ну когда приехали Остановились Там булыжники на дне Идти по ним нельзя В воде Ну а хозяин то Со мной едет Сергей Пупков Да на Мочить его тут Песок Сережа Ну я ему обещал Да сколько смеялись Что собаки Я обещал Обещал А теперь я перед ним Ну пожалуйста Ну мое слово Это уже сказано ему Но перед собакой Я и то не могу Слово нарушить Ты понимаешь Нет Что Бог делает Ну и дали ему Искупаться А Байкал далеко от вас Далеко конечно Мы Алтайский край А это еще Новосибирск Новосибирска до Красноярска И там еще Повейки Повейки Больше тысячи километров Ну конечно Байкал не так далеко Как порт Находка И Владивосток Где мы были А в Барнауле вообще Аэропорт есть? Конечно Большой аэропорт Аэропорт есть От Барнаула На Потеряковке Сколько вы говорили километров? 150 150 километров Да Пару часов Да Ну так Три часа идет Этот поезд Останавливается У нас строго Запрещено Кому-либо приезжать Без разрешения Я не просто Я пока не знаю Я уже слышал Чтобы вы не искушались Почему? Потому что человек Дорогу и не найдет Там проселочные дороги У нас были Без разрешения приехали И где они ночевали Неизвестно Да ладно Телефон есть Так еще позвонят Это я вас Лучше Может в Кисловодске Будете когда-то Звоните Все для вас тут есть Только ходите Гуляйте Благодарю Но уже я не буду Я отказался от поездок Мое время вышло В принципе да После того Которого вы сделали Я думаю Это уже 117 тысяч километров Прошли за 7 месяцев С половиной Я если честно Так у вас вопросов Больше нету? Нет все Давайте Давайте с Богом Так Если думаете приходить То Для меня лучше Если будет Попозже Наверное А у вас на сколько Время? У нас сейчас 10.52 Вот сейчас запишите Я скажу вам С 3-х Москвы До 17 0-0 С 3-х до 17 Да По Москве По московскому времени Ну и по московскому Если вы зайдете В 15 Вот это Само будет подходящее Володя будет дома Мне Я и за Володей Ну в 30 дня Короче по Москве Да Да Я потом как-нибудь Уже подготовлю По описанию Вопрос Ну это Не торопитесь Пока перейдете Месяц может Запись эту посмотрите И вы увидите Никаких тайн Никогда не говорите Мне это не надо Я Похлубь для вас И все А это не тайна Это я вам Насчет вот этого Это мне так сказали Никому не рассказать А что здесь такого тайна Ну с Богом Отключайтесь Все Стихристов Видишь как Бог Вот так Слава тебе Господи